История, друзья, такое оказалось неблагодарное дело, что трогать историю, ну, копнешь один пласт, копнешь другой, и чувствуешь, ты ничего не знаешь. Все, что написано было до нас, а это когда, время-то какое, друзья, наши родители, а им учиться не давали, нашим родителям, а далее только мы, поколение, рожденное далеко уже за послевоенное, а дальше наши дети, у которых тоже была своя история, учебники переписываются. И я когда-то говорила, друзья, ой, это было так давно, помню, в 2008 году на страницах какой-то из социальных сетей у меня развернулся разговор о том, что из библиотек каждые 15 лет изымаются все книги, и на смену им приходят другие, переписанные. И мне даже писали библиотекари, что этого нет и не может быть. Но вы представляете библиотекаря, который работает 5 лет в своей библиотеке, 10 лет, и он, конечно, не знает, что только что перед ним, 2 года назад, 5 лет назад, заменили все книги в его библиотеке, и он пришел уже видеть то, что есть. Не все полностью, конечно, менялись, но в основном шла замена книг, и довольно серьезная замена. Вот и сегодня Путин приказал, дал распоряжение писать историю заново в патриотическом духе для наших с вами уже внуков и правнуков. Ну, до правнуков доживет ли путинская история, мы не знаем. А до внуков, да, друзья, они уже могут учиться по истории, которая написана будет сегодня. С 1 сентября меняются все учебники истории. История для старшеклассников будет преподаваться в усиленном режиме. То есть на историю для старшеклассников отпущено большее количество часов. Казалось бы, что там история, да, не такой важный предмет. А нет, большее количество часов для старшеклассников. Почему? Потому что только что они учили другую историю. И им сдавать экзамены, и им выходить в жизнь, значит, их мозги нужно переформатировать. Написаны же уже новые истории, новые учебники. Поэтому они должны знать не то, что было два года назад в учебниках, а то, что написали сегодня по приказу, указу Путина, великого вождя российского народа, Владимира Владимировича Путина, императора всея Руси. Между прочим, я без сарказма это говорю. Это так и есть. Нам не хочется это думать и знать. Мы же рождены в свободной стране. Да какие у нас оковы? Это только у Путина оковы на галерах, где он гребет и гребет ежедневно. Кстати, сам по себе Путин, да, друзья, его работа очень тяжелая, ежедневная. А о костюмчике, ну, это уже совершенно другой разговор, о котором мы с вами говорили. Я везде и все это обсуждаю. Роликов много на эту тему. Друзья, не могу даже вам показать, сказать, где и что я говорила, потому что у меня более трех с половиной тысяч роликов на канале. И я думаю, что это еще не все, потому что где-то первые были утеряны, то на одном канале, другое создавало. В общем, все эти ролики могут быть утеряны. Первые. Они могли не сохраниться. Поэтому я так думаю, что роликов гораздо больше, но не важно. Важно, друзья, что мы не знаем каких-то вещей, которые хотелось бы мне вам напомнить. На каждую деталь в истории можно посмотреть разными глазами. Вот какими вы смотрите? Патриотическими или реалистическими? Или враждебными? Если вы будете смотреть не патриотическими и не враждебными, а только реалистическими, то тогда у вас все факты сложатся в голове. И вы будете понимать, вот где есть настоящая история. Без эмоций противоборствующей стороны, без эмоций, наоборот, патриотов. А вот как раз самое-самое, что ни на есть, золотая середина. В этой связи хочу сделать ремарку, знаете, уточняющую. Один уточняющий факт истории. Я его взяла. Вот здесь написано «библиотека», современная библиотека, где я взяла этот факт. Вот этой ремарки, этого факта, этого небольшого отрывка об истории в интернете много. Он один и тот же. Его действительно очень-очень много. В разных журналах, в разных социальных сетях. Из журнала в журнал его переписывают. Этот клочок нашей истории. И я хочу вам его зачитать, чтобы вы видели. И его тоже можно по-разному, знаете, по-разному интерпретировать. Этот кусочек истории. Если вы хотите, может быть, мы с вами вернемся к этому вопросу, чтобы посмотреть, что же это было на самом деле. А пока я зачитаю вам то, о чем напомнил мне слушатель в своем комментарии. Он скопировал этот кусочек и вставил в виде комментария. Спасибо. Реально спасибо. Потому что видел когда-то я этот кусочек исторических данных. Но, знаете, когда много информации, она наслаивается одна на другую. А тут раз. И слушатель снова открывает вам глаза. Спасибо тому, кто присылал этот комментарий. Ну, у меня он стоит, как Иван Иванов. Так что, Иван Иванов, спасибо тебе за комментарий, в котором ты напомнил то, что, наверное, лучше сказать действительно всем нашим слушателям. В июне 1941 года без объявления войны нацистская Германия напала на СССР. Союз Советских Социалистических Республик. 20 миллионов погибших по официальной статистике. А сколько неофициальной. Вселенская беда. А сейчас все повторяется, как встарь. И вот какие данные есть у учителей, всерьез занимающихся историей страны. Идет большой подзаголовок крупными буквами. А теперь вот почему в Европе боятся трогать тему Великой Отечественной войны. Они все воевали против нас. Это должен знать каждый. Я пока оставляю текст без комментариев, друзья. Хочу дать вам текст. Комментировать мы будем с вами позже. Пока только один текст. Архивные факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа. За исключением сербов и греков. На СССР шли испанские дивизии, французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии. Брестскую крепость штурмовали австрийцы. В Севастополь румыны и итальянцы. Албания послала воевать в СССР дивизию СССР Скандербей. Рвались отщепнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли не каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. Разбирались на месте. Совсем как в гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС. Норд-Ланд. Итальянцы, испанцы, 60 тысяч французских добровольцев из дивизии СС Шарлемань и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, волонцы, Дания и Испания посылали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу. Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя убыль в армии Гитлера, насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных» казачков или хиви остается историческим фактом. До 1943 года численное превосходство в живой силе на Советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока. Вместе с ними воевали против СССР, целиком формированные из предателей, а точнее из изменников Родины, литовская, латышская и эстонской дивизии СС. Дивизия СС «Галичина» – грузинские, туркестанские легионы, всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года по 1945 составлял немцев 2 миллиона 389 тысяч 560 человек. Японцев 639 тысяч 635 человек. Венгров 513 тысяч 767 человек. Румын 187 тысяч 370 человек. Австрийцев 156 тысяч 682 человека. Чехов и Словаков 129 тысяч 977 человек. Поляков 60 тысяч 260 человек. Итальянцев 48 тысяч 957 человек. Французов 23 тысяч 136 человек. Голландцев 14 тысяч 729 человек. Финов 2377. Бельгийцев 2010 человек. Люксембуржцев 1652 человека. Датчан 457 человек. Испанцев 452 человека. Норвежцев 101 человек. Шведов 72 человека. Наконец, Второй мировой войны в русском плену, исключая немцев, побывало до полутора миллионов европейцев. Это архивные данные прислала учитель истории, которая сейчас ведет линейку подвиг народа. Патриотическую линию воспитания. Теперь это будет обязательным в школьной программе. Друзья, я согласна, что возможно, такое количество иностранцев воевало в отрядах фашистской Германии. Все это реально и доступно для понимания. Но скажите мне, друзья, откуда таки учительница взяла эти данные? Они что, где-то есть в интернете? Когда читаешь, волосы дыбом стоят. Но откуда учительницы? У простой учительницы, даже если не простой, откуда учительницы такие возможности? Рыться в секретных архивах? Эти данные всегда были засекречены. Всегда. Эти данные никогда не находились на поверхности. А когда эти данные вдруг опубликовала какая-то учительница истории, данные, которые никогда не были опубликованы нигде и которые были засекречены, то понятно, что это за учительница истории. А вот тут, друзья, получается, что мы начинаем верить только потому, что учительница истории их собрала воедино. То, чего никогда не было. Я имею в виду, опять-таки, чтобы вы понимали, то, что никогда не было выплеснуто на просторы интернета и не было даже документально где-то зафиксировано в доступе для людей. Вот так учительница где-то это все нашла. В каких архивах секретных ей дали покопаться? Или ей просто ФСБ России предоставила документ, который теперь присвоен ей, и она озвучивает этот документ как свой, как собранные свои данные. Вот так и рождается ложь. Ложь между преподавателем и студентами. Ложь между учителем и школьниками. Она не будет разоблачена, эта учительница, школьниками. Нет, конечно, она не может быть разоблачена. Они несмысленыши, они ваши дети. Они еще малые умом, чтобы рассуждать на эти темы. Для них это не так все ясно, как сегодня это для вас. Чтобы спорить с учителем истории, друзья, нужно иметь стержень внутри себя. Нужно иметь генетические знания внутри себя. Что такое генетическое знание? Оно дает нам возможность не соглашаться с чем-то. Это сложные вопросы, друзья. С другой стороны, все довольно открыто, все довольно-таки доступно для понимания нашего с вами. Поэтому попробуйте вы залезть в архивы КГБ. Кто их вам даст смотреть, читать? Кто их вам даст? В 1991 году, в августе месяце, произошел так называемый Петрушечий переворот. Петрушки на сцене, знаете, как на руку одну надевают одну игрушку в платьице, на другую руку другую. И вот эти Петрушки начинают драться друг с другом. Дети смотрят через стеночку, а там эти Петрушки дерутся. И дети переживают и думают, кто кого победит. Но они не знают, что за этими Петрушками на руках стоит человек. Один человек, который руководит этим Петрушкой и этим Петрушкой. И вот он позволяет Петрушкам драться, потому что ему-то хочется. Это его собственные руки. Детей, конечно, легко обмануть. Эти дети растут, развиваются, становятся взрослыми. А что поменялось? В голове-то ничего не поменялось. Дети остались прежними. Их, опять-таки, взрослых детей можно обманывать. Этому дяде за кулисами, который на две своих руки надел два разных Петрушки и показывает сцену о том, как они дерутся. Что иностранцы были в этих рядах, в рядах СС, и что их было много, несомненно. Но почему и на каком основании? А вот это совершенно другой вопрос. Это вопрос нашего восприятия жизни, нашего стержня жизни, нашего понимания наработанных знаний внутри нас самих. Исторических знаний, даже если они лживые, фальшивые, но есть еще ваша собственная жизнь, с которой вы сравниваете данные, исторические и собственную жизнь. И понимаете, что-то здесь не так. Где-то вам подсовывают мульку в наперстке. Знаете, наперсточники играют наперстками у вас перед глазами. И вы все видите, вам кажется все по-честному. Однако же в одном стаканчике есть мулька. И здесь, если вы это обнаружите, вы понимаете, что с вами вели себя нечестно. Так что, друзья, читайте. То, что распространяют, это распространяют в огромном количестве. Целые колонки, усыпанные этим текстом. Целые колонки в Google. Откройте Google, и там огромное количество этих колонок. Что же происходило тогда, друзья? Да. То, что и сегодня. Сегодня это распространяют сотрудники ФСБ. Это их идея. Потому что должен родиться патриотизм. Весь мир воевал против СССР. СССР. Весь мир нападал на СССР. И мы такие хорошие СССРовцы. Мы шикарные, замечательные, добрые, чуткие. У нас не было сталинских гулагов. У нас не было людей, которых как пшеницу сегодня в море с барж сваливали в моря. У нас ничего этого не было. У нас вообще идеальное государство. У нас нет детских домов, у нас нет домов престарелых, которых еще 10 лет назад бесконечно поджигали, поджигали, поджигали. Такие своеобразные ритуальчики шизофреников на жизнях других. Они пытались въехать куда-то. То ли в ады, то ли в рай. Но куда-то им все хотелось. И это же шизофрения, друзья. Кстати, шизофрения не лечится. Как бы вы ни старались. Поэтому разряд шизофреников, он определяется, как нужно колоть, давять таблетки, так, чтобы ум последний выше было, как у того попа. Работник балда третьим щелчком выбил ум у попа. Так же и в нашей с вами жизни, в домах, где якобы лечат шизофреников. Но эти дома, друзья, совершенно выполняют другую функцию. Не лечат, а калечат. А что касается текста, который написали, написали явно ФСБ, коллаборационисты, украинские хиви. Да помните ли кто-то из вас, что это были хиви? Или это только в закрытых данных, КГБшных? Кто такие украинские хиви? Да я вообще впервые слышу такое слово. А мне уже немало лет. И никто не может сказать, что я там чего-то не знаю. Да я много знаю. Но на самом деле, когда копнешь свою собственную историю, то получается, ничего не знаю. И вы также, друзья, свято верить тому, что написано. Давайте-ка мы поостережемся. Поостережемся! И задумаемся над одним маленьким фактом, который я рассказываю, ну, довольно-таки в разных местах рассказываю, в разных роликах. Когда к слову приходится, я рассказываю. Рассказываю о том, что в Крыму в начале века, в конце 19-го и начале 20-го века работала биологическая лаборатория. Там также был дом шизофреников, дом, где они якобы лечились. И туда приезжали и Карл Юнг, и Александр Юнг, его брат, командовал и руководил. Это кто? Это Швейцария, друзья. Это швейцарцы. Традиционно швейцарцы, еще со времен Александра Первого, они в нашей стране, в Россеюшке-матушке, они руководящую роль играют. Те самые, которые в Гаттарском туннеле праздновали неизвестно что. Сатанинский ритуал показали всему миру, а мир только аплодировал или недоумевал. Никто же вам не скажет, что это одни и те же люди. И Карл Юнг, и Александр Юнг имели свою лабораторию и свою подопытную станцию в Крыму, в Коктебеле и на биостанции. Биостанция – это имя поселка. История там большая. Я скажу только факт. Во время войны, при наступлении немцев, биолабораторию закрыли, аккуратненько запечатали, и ключик под коврик. Приходят немцы, румынцы, отряд СС румынцев пришел, достают ключик из-под коврика, заходят и открывают лабораторию ключиком и продолжают ставить опыты на людях, и продолжают делать свои химические, лабораторные работы, биологические, направленные, ну, наверное, на улучшение сознания человека и на улучшение его функций и возможностей. А в Крыму в это время жили французы, итальянцы, греки, румыны также, кто еще, болгары и швейцарцы. Они жили здесь всегда, потому что были лабораторные работы. Так о чем же мы с вами говорим, друзья? Кто на кого напал? И кто вообще напал ли? Или пришли к себе домой? Почему я говорю к себе домой, друзья? Мир был един. Это был единый мир. И СССР, как вы видите, не сопротивлялись. Они не разрушили свою биологическую лабораторию. На поверхности находился только этот дом для лечения шизофреников. А внизу, под землей, до сих пор существует этот город. Работники биостанции, которые прожили там всю свою жизнь, они не знают об этом секретном городе, о котором знали румыны и немцы, которые пришли во время войны и открыли ключиком заветным эту лабораторию. Красная армия не взорвала лабораторию. Но более того, два года позанимавшись в этой лаборатории в спокойных, идеальных условиях, немцы-румынцы уходили. Также все вымыли, все помыли, закрыли лабораторию на ключик, а ключик положили под коврик. Красная армия пришла, пришли снова биологи Красной армии вместе с ней, берут ключик из-под коврика, открывают лабораторию и входят и продолжают дальше работать. Тогда о чем мы говорим? О каких фактах нарушения чего-либо мы говорим? Народ, да, два петрушки дерутся друг с другом. А хозяин-то один. Хозяин-то у всего этого один. Это я вам про Крым рассказала. А в Сибири войска СС, друзья, 1941, 1942, 1943, войска СС, отряды, малые летучие отряды рыщут. По Сибири выискивают 700-летних стариков, людей. Их женщин, детей. И увозят в неизвестном направлении. Основу всю убирают, убивают и только некоторые экземпляры увозят с собой. Это что? Они были беззащитные. Всех мужчин отправили на фронт. Сталин отправлял на фронт воевать. А они все оставались дома. А тут отряды СС, неизвестно с какой стати взявшиеся где-то в Сибири. Ну, друзья, а Северное море, Окольский полуостров, А там что? А там стояли отряды СС. Их снабжали советские пограничные отряды. Ездили вглубь России, закупались там продуктами и привозили немцам сюда. Это был приказ, военный приказ. А уж кто там подписал его? Вот так воевала Россиюшка. Так Россиюшка, матушка воевала. Воевала с кем, против кого? Или просто уничтожали свой народ? Ведь погибли-то все молодые, смелые, отважные, безропотные, даже надо сказать. Приказали, пошли. А все, кто против, поднялся. Латыши, Литва, Польша, они оказались предателями. И также западная часть Украины. Как можно назвать предателями тех, друзья, кто только-только еще был в другой стране? И что Россия их захватила буквально полтора года назад? А через полтора года они вдруг становятся предателями? Ну вот вы представьте себя, я сейчас ни за кого не заступаюсь, просто есть морально-этическое качество. Смотрите, живет Латыш на своей земле, он относится к какому-то другому царству-государству, 1939 год. Приходят русские, занимают земли, заставляют взрослое население воевать, призывать в армию и воевать на стороне российской Красной Армии. Но он же ненавидит эту армию, потому что он был другим народом. Афины в Карелии, пришла Россия, захватывают. Сегодня говорят, что да, это всегда было русское, да вообще весь мир был русский. Да когда это такое было? При Чингисхане? При Чингисхане весь мир был чингисхановский, друзья. Это да. И Россия что себя считает преемницей Чингисхана после того, как вычистила всю Сибирь, и всех потомков Чингисхана вычистили, тех самых долгожителей, вычищали всю Сибирь, бомбили. 50-е годы бомбежка была всей Сибири. Пол Советского Союза разбомбили. Да, друзья, когда мы не знаем историю, то мы смотрим на нее однобоко. Когда мы знаем, но опять-таки все равно не все. Мы хотя бы можем задуматься и начать рассуждать. А вот совместные наши с вами рассуждения не ура мы победим, не ура патриотизм, патриотизм это значит вы готовы идти быть пушечным мясом. Отдавайте своих детей. Если вы патриоты, друзья, отдавайте своих детей на войну, на пушечное мясо. Завтра вы будете говорить, что значит так Господь распорядился, значит так и нужно. Я когда училась в Организации Объединенных Наций на курсах английского языка, то с нами в группе был араб, я даже не знаю из какой страны, сейчас не помню. Это было давно. У него было восемь человек детей. Он не старый был, он был в возрасте лет сорока пяти. И пока мы были на каникулах, приходим после каникул, и он говорит, что у него умер один младший ребенок. Мы ох, ах, мы начинаем сожалеть, европейцы же, знаете, так словоохотливы в своих сострадательных эмоциях. И мы ох, махаем, выражаем ему сочувствие. А он так спокойно говорит, Аллах дал, Аллах взял. Мы ничего не можем сделать, такова воля Аллаха. Вот тут-то я и села, думаю, вот это ничего себе. Но кто из нас прав, друзья? Вы хотите сказать, что вы будете правы, что вы будете осуждать его? А я не знаю, друзья. Здесь уж я теперь и не знаю, потому что так думает полмира. Вот видите, в итогах Второй мировой войны мы начинаем сомневаться, мы начинаем задумываться. Но правы ли мы, что мы задумываемся? Вот такие вопросы, друзья. Конечно, хотелось бы обсудить это вместе с вами, потому что у меня свое мнение, у вас свое. А когда это много голосов, и каждый голос вносит свою лепту, то мы начинаем делать какой-то анализ мнений и здесь только можно понять, насколько разные мы, насколько по-разному воспринимаем информацию и насколько нас много со своим личным мнением. И здесь мне хочется вам, друзья, напомнить, что YouTube перестал давать рекламу в России. А что это значит для меня, организатора и ведущего канала, если 90% россиян не смотрят рекламу? 1-2 бывает напишут «Таня, я смотрю рекламу» через VPN. Спасибо вам огромное, друзья, что вы таким образом пытаетесь поддержать канал. На 90%. Это 90%, друзья. Получается, что дохода нет никакого. На сегодняшний день мы тоже все надеемся на лучшее. Многие блогеры надеются, что лучшие времена настанут. Ну, как говорил Остап Бендер, разговаривая с Кисой Воробьяниновым. И здесь, друзья, давайте надеяться на лучшие времена. Но пока эти лучшие времена не настали, помогайте каналу. Помогайте каналу продлиться, вашей помощью существовать без поддержки YouTube финансовой. Помогайте каналу, чтобы мы с вами могли продолжать дискутировать на различные темы. А темы мы с вами будем затрагивать сногсшибательные и интереснейшая тема. И каждый раз я стараюсь вам, друзья, дать изюминку и совершенно новую тему. А вот когда это изюминка и каждый раз разная тема, то здесь работа для ума. И мы с вами начинаем рассуждать и работать умом. Я надеюсь на вашу помощь, друзья, и до новых встреч. Хорошего дня, хорошего настроения и хорошего вам здоровья. Заходите на канал Баба Яга по ягодам пошла. А там очень много интересных вещей. Я Таня Карацуба Сиитбурхан. Ссылки на тот канал под роликом. Карацуба Карацуба Продолжение следует...